привет всем хочу рассказать об артрите об артрозе а подагрическом артрите в итоге первая скорая помощь если допустим у вас сустав отечность появилась вам надо по крайней мере обезболить боли терпеть не стоит не надо очень это вредно вот дальше что очень хорошо вольтарен свечи помогают вот снимают боли скованность убирают вот дальше что надо как я вот лично по себе улучшение очень шикарные вот сам я слышал на себе испытал с утра я как делаю беру стакан воды простой стакан где-то в районе 200 грамм пол чайной ложки беру соды завариваю кипятком насыпаю соду сначала пустой стакан наливаю кипятка там крутого сильного кипятка буквального чуть-чуть чтобы развести размешиваю ложкой чайный вот когда реакция прошла шипеть перестала берете добавляете воды прохладные надо колодец на не надо изобретать там велосипед какие там не знаю братья допустим с под крана потому что могут быть всякие металлы непонятные не нужные совершенно организму вот лучше возьмите или бутылированную или колодец на водичку выпили натощак с утра вот продолжительность лечения я вот по крайней мере делал как примерно месяц там где-то может чуть поменьше дальше берете покупаете в аптеке сироп слободки и где-то в районе двух трех недель я где-то в районе двух недель пил три раза в день принципе принципе я слышал то что там надо столовую ложку выпил из следом запил стаканом воды я делал по другому я как прописано три раза в день по чайной ложке много много зеленого чая зеленый чай выводит с организма все лишнее но не нужна эта жидкость она стимулирует тому то что вот как покупаете допустим в аптеке какой там мочегонные средства зеленый чай вон он в принципе тот же самый только единственное в доступном виде он в магазине пошли купили так вот заварили попили пейте чем больше тем лучше зеленого чая для организма это очень шикарно для печени для всего вот зеленый чай это мы уже проговорили дальше что первая скорая помощь вообще суставом это диета обратите внимание на диету тот кто курит лучше избавиться но если не получится но уменьшить я понимаю то что это невозможно ладово по крайней мере ладно ну не бросите выкурить меньше вы не станете я тоже так думаю навряд ли вот но спиртное по крайней мере можно исключить спиртное очень сильно влияет на суставы это получается прям как в огонь бензину подлить это очень опасно очень боли сильные ну кто представляет если кого-то только началось это а так ерунда от тех кто прошел это не понимает о чем я говорю в итоге отказ зажитесь полностью от спиртного не пива вообще ничего не бывает таких там типа лучше выпить там допустим как говорят коньяка никакого коньяка ничего ни в коем случае вот дальше продукты диета какая вот гречка можно вот дальше картошка нельзя вот в том плане то что все вот эти консервированные все консерванты что находятся колбасе там допустим где еще везде вот газированную воду вообще ни в коем случае тоже не употребляйте если хочется ну чуть-чуть если сильные боли вы понимаете лучше не надо пейте больше чаю вот дальше что где-то я по крайней мере ударился так как более сильные были ужасные смех конечно сейчас уже тогда мне было не до смеха в итоге я и перловку ел перловку готовил я в итоге дел перри жарку морковка там лук потому что такое просто перловка ну не каждый любит вот с пережарочкой как сольцы соль вообще исключить кстати я понимаю без соли никак нельзя сладкое полностью исключить из рациона вообще никакого сладости она тоже стимулирует очень сильно соль не выводит жидкость она тоже тормозит колбаса полностью исключает дальше что я понимаю то что в диету входит допустим кролик потом индейка я понимаю не каждый съезд и кролика индейку по крайней мере можно спасаться по крайней мере он можно спасаться грибы ни в коем случае ничего такая жестокая диета по крайней мере она есть диета такие которые вообще есть самая лучшая скорая помощь это полностью не есть вроде бы как будто ну пить водичку это самое лучшее ну вот так что такие вот дела ребята что еще могу дополнить если что-то вспомню вот я конечно еще сниму какое-то видео если кому-то что-то будет но интересно дальше что-то ну оставляйте комментарии отвечу люди задают отвечаю этом сам по себе прохожу эти все болезни постепенно по ступенькам только очухался практически но я не знаю ну у меня и поджелудочная больная там все в кучу лечусь я ладно ребят если кому-то была полезная информация ставьте лайки кому нет дизлайки подписывайтесь на канал не теряйтесь все удачи самое главное здоровье не болейте